Советское правительство принимало меры к созданию системы коллективной безопасности. Переговоры с Англией и Францией, начавшиеся много месяцев назад, должны были завершиться в Москве подписанием военного соглашения. Но выяснилось, что Англия и Франция прислали в Москву лиц, вовсе не располагающих полномочиями для его подписания. Сорвав таким образом достижение соглашения с СССР о коллективном отпоре фашистским агрессорам, правящим кругам Англии и Франции не удалось, однако, сговориться с гитлеровской Германией о переделе рынков сбыта и сфер влияния монополии. Мир оказался на пороге величайшей военной катастрофы. И тогда мы приняли предложение Германии о заключении договора о ненападении. Заключение договора было вынужденным для нас, но оно позволило выиграть время для укрепления экономического и оборонного могущества страны.